Здравствуйте! Сегодня мы опять гуляем по горам. Сначала у нас морсика сегодня в необычном месте, а я чуть не упал. Вот как бывает из-за сыпухи. Заговорился и чуть не улетел. Пальчик ударился. Вот, без солнца здесь очень хорошо можно рассмотреть всю картину, а особенно вот это. Граждане не оставляют из себя мусора. Ну понятно, что это они сюда не принесли с собой. Где он кто-то это стоит? Короче, рассказываю. Вот этот весь мусор это сюда не принесли. Это все отсюда пришло водой. И сюда вот так к берегу прибилось. А машина, она здесь уже год как минимум. А кто-то улетел? Мне так кажется, потому что на раз, ну я здесь сколько бываю, постоянно, часто. И тут один день прихожу, и у нас здесь вот это валяется. Причем оно было не в таком же, как сейчас все заражало, а прям целое, наверхенькое, ну поломанное все уже. Что было, целое растащили, конечно, быстро. Ну, по сути, машина куда-то свалилась, и сюда ее... Здесь вода бывает летом очень высоко поднята. Вот этот камень, который там по серединке стоит, в водичке, его практически скрывает. И надо даже вообще скрывать, его не видовать. А вот этот камень, он бывает, ну вот, такой. То есть, это он в воде бывает, и к нему надо перешагивать по поводу этому, в прошлом году перешагивали. Вот так много здесь воды, и походу его сюда так принесло, прибило сюда тоже. Здесь сейчас так спокойненько, так, ну так, относительно красиво все, в принципе, да. А летом здесь бывает такая прям картина. Шум, гам. И там зелень. Ну, там вечная зелень двоя. Ну да. Это, короче, вот то, что я говорил, Кадаргаванский каньон. Это все, вот это вот, вот это, это все вода выбила. Вот тысячелетиями выбивала вода себе путь и пробила. Здесь тоже вот видно по вот этим скалам, как это все вода здесь шла. То есть, это не образование, а это все вот вымывание скалы. Вот сверху, если видно, нормальная, а вот здесь она прям вымывалась. Очень сильная. Причем еще есть еще один примечательный факт. Вот где барс вот этот стоит, это камень. Это не скала, это камень, который пролетел с той горы и здесь вот так вот между двумя скалами застрял. Вообще, огромные камни, ну, здесь еще ладно они, это их место. Но есть места, к примеру, ближе к ледникам. Вот ледник где-то там за 10 километров и будет огромный булыжник вот такой. Это свидетельство о том, что ледниковый период до этого места ледник доходил, вот ледниковый период. То есть, как сказать, памятники к тому времени. То есть, ты идешь, видишь этот булыжник и как он здесь очутился. А он здесь был вместе с ледником, тогда, когда все было в снегах. Надо заполнить вот эту картину, где-то вот этот камень. Вот этот камень сюда приходит, когда, ну, я когда привожу тоже парочки фоткать. Вот на него все садятся и так все вокруг вода. Вот я сейчас сама сам не могу это вообразить. Вроде вижу все и как это вот оно так сильно поднимется. Течет и течет. Даже можно, если при желании вот этот камень сейчас залезть и пофоткаться. Да я вот на этот камень. Можно, да. Изи. Сейчас будем фоткаться. Я так понимаю, здесь вот эта стена, она должна была быть, по сути, до конца. А то как-то странно, да, было бы под дождем здесь стоять. Ну и здесь, в принципе, было несколько уровней, ярусов. Ну, чтобы даже в окошке давайте смотреть. Да. Вот это вот вход. Вот это? Да. Угу. А здесь голуби себе место нашли. И вон там они светусят. Вот туда тоже можно залезть, посмотреть. Вот. Тут еще одно. Да. Здесь сколько людей уже бывало, что все уже вот блестит. Да. И отсюда можно увидеть следующий ярус. Не ярусов, а переход к другому. Ага. Ну вот туда увидеть можно. Вечер такой теплый дает. Да. Вечер такой теплый дает. Ну это вообще понятно. Куда вы так залезли. О, кто-то здесь оставляет. Зачем? Денюшки. Что-то не знаю. Вернуться или что-то. Я не знаю, я здесь. Какая легенда. Короче, вот с появлением туристов, вот все вот эти места, они все оставляют здесь деньги. Причем здесь еще, ну ладно, но город мертвых. Некрополь. Кладбище. Ага. Там зачем? Туда вернуться? Я не знаю, может какие-то легенды, я не знаю. Нет, это как просто, типа, вот как бывает в туристических местах, да, деньги оставить. Зачем? Ну если уверены, наверное, какие-то. Может мне кто-нибудь объяснить, не знаю. Тут, наверное, красиво будет, да? Ну, тут сейчас можно попробовать на телефон сфоткать с HDR, если будет получаться. Потому что сейчас здесь темно, а там светло слишком. Попробуем. В общем, надо вон туда попробовать пройти. Голову осторожно прям. Очень темно. А, еще здесь все скользко. потому что водичка капает все-таки откуда-то короче она дальше туда уходит и хрен знает куда здесь прикольно прикольно здесь можно сделать да она короче уходит дальше ну вот то что я говорил мне рассказали метров на 50 не тут посветлее фонарик если был можно было бы увидите лет у меня глаза еще не приспособились вот есть тоже одна легенда запускали сюда кошку чтобы проверить куда она денется да ну я не знаю то есть с чего кошка зачем кошка в общем кошку запустили а по ту сторону хребта этого там еще есть одна наскальная крепость и она типа оттуда вылезла но между этими двумя наскальными крепости крепостями километров 20 и типа она оттуда вылезла вот это самая широкая часть этого места короче я как-то ходил в через пещеру и меня там одной теме научили можно попробовать сделать что выключить фонарик и помолчать послушать как мне это сердце вообще свет убрать любой но там все равно чуть-чуть свет есть оттуда идет с архивом пришли ну все пойдем только осторожно а то если здесь упасть то это будет фиаско это фиаско братан так вот здесь уже скользко он еще куда-то идет но это или то же самое а у нее эту вон она еще куда-то следовать сталкеров надо сюда пригнать они это тоже с этой стороны да я просто здесь не увидел но прикольно сюда можно залезть вот сюда кто будет идти его испугать запах я не могу понять на что он похож ну камня ну камни то понятно да а этот этот песок чем-то пахнет свет в конце тоннеля прикольно как снова ковчега да вот особенно когда оттуда вылазишь и такую это прям принц персии как этот город назывался агроба я не помню я только играл в принципе а в один в агробе же бог как-то так похоже ну да я прибы как будто он еще дальше уходит там какая-нибудь площадь еще вот хорошее время часто еще вот холод не дает вот это ощущение но когда жара сюда залезть там что-то какие-то шумы солнце светит сильно и цвет вот этот прям хороший солнечный романтик ну что погнали дошли и не найдут это понятно доказали что не дают потому что а если даже был бы какой-то шанс где-то крыться да там тело какой-то чтобы осталось монахи ну как-то у них там название есть да я забыл вот это их официальное название да он он 2000 году построен они были до этого в другом месте но они базировались как вот без такого где-то что-то как-то в итоге не решили долго долго думали думали и они нашли таких людей спонсоров и цена которые им помогли они построили такой храм с кельями где они трудятся они здесь делают сыр осетинский молоко на продажу вино чай мед много чего короче еще вот это по-моему трапезная когда какие-то праздники бывают для посетителей не ну когда бывают наверх это большая на чтобы туда да так у них внутри ну там ходить можно только в храм это сегодня он закрыт наверно потому что там реставрация если все начнут закончилась по выходным только открыто бывает вот эти ступеньки ну лестница вот это она такая крутая почему нам сделали нормально да потому что вот где машина сейчас стоит дорога была раньше там вот эта дорога она была вот здесь а там не было но это сделали вот как раз вот с появлением туристического бума потому что сюда тоже много людей приезжают хорошо а дня принятое решение думаю где пофоткать особенная архитектура туда согласно местности ну они же как рассказать да там один есть брат так его назовем он на этом на каталке там так бегает все делает бегать все постоянно убирают это свечки быстро быстро что-то кто-то не то сделать из посетителей орет на них молодой ну и право это такой ярый хочет что-то постоянно делать вот это башня это башня которая здесь стояла здесь так скажем забыл фамилию там написано было забыл эту фамилию в общем это место оно принадлежало одной фамилии родовое место это родовая башня их у каждого рода фамилия своя башня и все как бы каждый род свой башню чтите и почитаете старается ее и все наши сейчас уже конструировать и постоянно поддержать ее целостность и как раз такие 2010 или каком-то году ее реставрировали она была чуть разрушена в состоянии там если долго присматриваться и понимать да там видно где добавлено где было уже да вот а вот эти башни вот это колокольня а это у них там что-то еще они их где там видимо тоже что-то было но они когда строили они так стоят одинаковые башни они их уже сделали какой-то то есть функционал кухня еще что-то и сделать чтобы это было еще и под архитектуру было вписывалось здесь сделали да этот колокольный башню там то есть это их большая территория и прям за храмом там можно обойти сейчас посмотреть их кельи как это называется а платочек только надо взять Продолжение следует... 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 Никак. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот это фанорама сейчас у нас еще замерзшие но вот где на верху ледник кончается а вот сверху вот весь ледник он где заканчивается этот пудов не складывает водопад ого самым большим уровнем большой синий ланд этот пудов не складывает водопад ого это еще логично ну да логично а это меч ну я уже сказал коскифский меч а вот здесь вот а я уже слышится не стоит ну это как я же говорю вот здесь стоял всю свою вот тут дорогу объезжали вот так объезжали и решили чтобы так сделаем из этого поликлор туда добавим да и добавили молодцы короче кофе купили можно есть это скреповый комплекс некрополь город мертвых в кавычках город мертвых он потому что ну так получилось что как будто бы здесь много домов и здесь много мертвых на лишь город мертвых если посмотреть так я не с того не начинаю это все получилось в те же годы все это строили в общем этот 13 14 века возможно даже еще и какие-то из них раньше но все что происходило вот в горах это все вот эти года когда сюда пришли вот эти все монголы и горцы все были вынуждены пойти в горы так скажем ну все вот эти кавказские племена они были вынуждены скрыться в горах чтобы степной народ не вырезала и же много было покороче суть в чем и здесь наш народ был закрыт на два века как минимум два столетия и это способ захоронения а так как мы уже выяснили что стены христиане это вообще же не 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 видник не пишется с христианскими закапывали да пусть преданием земли всем преданием земле земле русский язык вышел с чадом откуда это пошло я не знаю это можно национальном музее посмотреть мне не интересно мне хочется быть в неведении так тоже нельзя конечно говорить ну вот хорошо почему не разного развод к этому я была одна женщина которая меня на каждое мое слово перебивала это это все фигня она мне чего-нибудь спросит я начинаю говорить и она перебивать уже чуть другое спрашивать ну ладно не суть нужно они все разные ну как все здесь есть вот плоской крышей маленький есть с двухскатной крыши с пирамидой крыша есть маленький есть вон огромные это разница в уровне сословия как и сейчас пасы нищий выше средний да и причем вот все что по архитектуре сказавка сословия по величине это в принципе тоже наверно одно из другого следует это величина самой фамилии то есть каждый скреп это одна фамилия также как и с башнями еще одна башня если вы там посмотреть мы сейчас же не увидим но это туда поднимаешься и тут вот в селе видно много башен вы их уже сегодня видели поэтому здесь на склоне ну короче где эти коровки вон там тоже склеп один есть вон там еще есть короче вот они все не изменения не зараза появились каждый сам как-то строил строил чем они вот с тех пор так стоят на возвышенности почему именно здесь потому что вот какая здесь почву ю здесь нет здесь чернозема где здесь чем выращивают вон там что-то где то есть это какая пшеница наверно то что может здесь расти вот здесь вот один скотчем то есть вся походная земля она используется и так по назначению и этот других местах которые возможно ну давай вот здесь да земля нафиг никому не нужно а ее хрен проскопаешь скала поэтому решили вот давай вот тут земля здесь склон здесь нафиг никому не надо такая здесь никто ничего не делать здесь дом не построишь тоже ветер дует и как раз хорошо ветер дует склон не нужный и закапывать не надо давай будем спальнице делать вот и сделали причем они рассчитаны на много количества большое количество людей тел так скажем да там 150 можно было похоронить больше можно похоронить в одном да их здесь 95 штук они все пронумерованы есть даже те которые разрушены они все равно на них стоят ну типа отсюда их видно к примеру сверху смотрящих не видно потому что них они плоская крыша и непонятно что это есть такие которые почти вообще там разрушились у них только остов остался здесь можно посмотреть что-то во внутрь и застно с тех пор она и там есть вообще изначально вот изначально вот так и было чтобы не разворовывали чтобы мелкие животные туда не залазить собаки примеру да и чтобы еще к примеру здесь есть одна легенда появление этого всего есть распространенная легенда и вот любого спроси он тебе расскажет про это что это было во время чумы построили чтобы люди сюда уходили сами строить и люди сюда уходили умирать это ерунда все но я так считаю что вот эти окошки засовы они были в том числе чтобы не распространять то есть это было не чума не бубонная чума же то когда где когда была 14 или какой-то век до до сюда она не дошла то что здесь было это был 17 век этот оспа или холера что-то бушевала вот и тогда просто было больше смертей и уходить усыпальницу умирать это же так глупо да с точки зрения здорового человека ты здоровый человек ты вообще понимаешь что ты говоришь уходить туда умирать ну хорошо он умер завтра пошел второй то тот еще не разложился чем будет делать рядом стать довольствовать вот поэтому это ерунда все это так чистит нет обычно какой-то остров свозили где они все жили просто не общались ну чумные эти скидывали как я бы но здесь это они доживали оспа не такая была ее можно было в комнате закрыть как сейчас карантин и умирает человек а здесь не ну даже если он умер чтобы вот здесь вы похоронили чтобы не распространялась болезнь вот там еще вот там башня кровника есть сейчас не видно но были же подъедем над вот этими вот склепами вот над ними есть ваши и вот туда еще есть плашни на на сколько на 10 часов получать где бы был было так безветренно ветер вечер ты могуч вот вообще это место но я так считающие ну не для всех даже в россии мало кто об этом может знать ну всемирная известность она уже получила потому что это сейчас сюда люди приезжают со всей россии до сих пор россиянам было пофиг но сюда приезжают именно вот к этому из-за этого ну что это раз тиражировано также как про лавочку все узнали все туда также здесь узнали давай посмотрим за одно и все остальное то есть место приезжения и способ так это изучали с конца двадцатого века ну там какие-то там 60 и 70 и начали изучать сссеровские ученые а потом уже к концу именно вот 90 и начала двухтысячных стали всякие national geographic джеки и всякие журналы там какие-то исследования еще только вот эти не приехали каких discovery еще не снял только сериал и history bios от history свяжитесь со мной чувствуем газом пути ранил дерешь сюда постоянно это уже полазил чем на сегодня за день неделя среда она ведь вечно отделенная ну сегодня не так много людей ну все равно достаточно сегодня по пути встречалась погуля здесь конкретно шикарная ветер 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 не сильно дует толкаешь сильно дом здесь прям по кайф поедем сторону кармадона только не вот так вот так что так долго ехать нафиг надо так проедем по асфальту сейчас вниз спустимся и сразу асфальт быть заведем до мемориала бодровые обратно поедем а потом тоже по асфальту по асфальту и вот оттуда с того хранилища вот две зеленая штучка но там у них труба это шлюзы здесь когда они открываются воду спустить фигачит оттуда вода сейчас куда мы не спустимся там но это это не расскажешь ни в одной сказке как говорится воды много в этом прям рядом с ней стоишь вот так вот стоишь как бы да есть вода идет и вот у тебя фотка только на фотку сможешь такую как я там же стоял это страх она вот просто только бешеная летит вниз и ты рядом стоишь камешек пролетит ну короче бывает очень по кайфу там находиться туда просто даже за этот люди приезжают посмотреть когда шлюзы закрыты там нечего смотреть вот сейчас они по ходу что-то укрепляют или что-то делают это дорога вообще не но это не дорога это для них там обслуживать ну конечно она там копится получается ее открыли не она там она там не копится она идет по другой трубе газ и когда ее к примеру в живом же случае вода больше набирается чем этот ну да по посуде так получать что коми короче когда я слишком много и там не справляются другими тогда я отсюда давай до свидания этот прошу раз девочка 100 плюс свой вот туда идем ну она пошла как бы она боится высоты она после этого не только сказал об этом языка минус фобия оттуда просто вид хороший но в принципе там много у нас сейчас будет метов увидеть эти виды ого тише солнце в глаз попало все да но это все равно не так так а это верба нет какая верба это похоже на вербу но это его нет нет я уже рассказываю это какая-то вишня короче на плодоносит так надо вон туда фоткаться же надо да и не так вот за мной здесь осторожно здесь по сути только земля между двумя да и вот здесь не надо встать телефон дать я уже забыл как здесь надо ходить передвигаться этот пока ровно никуда не падать назад тем более руки Ха-ха Экспозиция разная И не получится сделать то, что я хочу Чтобы фронт был видно Лучше Ну вот сюда если Вот сюда залезть Ну только сесть, наверное Вот на этот камешек, а ноги вот туда вниз Ну или как-то вот так, да Во-во-во-во Уже сколько я боюсь Я боюсь не за себя Кстати Я вон же бегаю как горный козел И туда надо смотреть А теперь сюда Плечо назад И ту руку сюда На коленку Во-во-во-во Сильно плечо назад Во-во-во-во Уже наклон сильнее Не-не-не-не-не-не Только голову Господи Не щуриться Я не могу Вниз глаза просто вниз Сильно Улыбку чуть поменьше Сброс надо сделать вот такой и не серьезно только без смеха не это все это это из техники речь наклон на лево голову да и нос на солнце и теперь вот левый локоть согнуть и кисть к лицу ладонь во и сказать мяу все отлично ну все погнали отсюда у нас есть камеры живописы ммм девочка и джуровный Продолжение следует... 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 что и по каким-то там корнякам за двадцатую попытку не 20 попыток скважины бурили то есть на 20 они попали в тоннель спустя два года никогда когда они опустили увидели что вот это вот как сейчас это вся масса и все во льду в воде то есть там не было ничего то есть невозможно было там остаться они надеялись что они в этом туннеле укрылись укрылись до сначала думали что укрылись что найдут а потом пока время что они уже хотя бы тела найти и уже просто мы уже делаем надо доделать и все потом рассказали что тел вы уже не нашли бы но случае это вот невообразимо это фотки если смотреть вот это когда был что здесь было да и это не это вообще никак здравым смыслом никак не вяжется как это все было вот закрыто вот все вот это как что должно произойти вот это все было вот массой какой-то закрыто то что мы сейчас будем ехать я покажу до куда оно дошло просто почему еще здесь потому что типа какие-то очевидцы говорили что какая-то машина успела заехать сюда и кого-то тоннель спрятаться как вы это увидели а вы где-то в какой момент да и я ну короче это уже такие люди уже сами себе придумали чтобы оправдывать это то что они делают в случае человек хочет найти этим занимались поисковым честники но пока они быстро сдались ну что не понимают все все нет смысла потом одного из тех кто это вот это все это все группа конный театр нарты они том числе тоже с ним были но один бизнесмен здесь хал своего сына и он остался один и к нему подключилась мать бодрова чтобы искать и они вот вдвоем как бы считаю искали своих детей че-то тела нашли несколько что несколько тел нашли до их опознали но это те кто там уже не те кто здесь а кого на выходе она поймала не раздробила до